Сейчас он разберёт! Крушает! Деньги, деньги, камешки! Мы верили, надеялись, ждали. И вот он вышел. Толкожданный патч 1.27b. Ну чё сказать-то? Просто топовые изменения Близзард. Вы превзошли самих себя. Чёрт возьми. Я думал, хуже патча, чем 1.27b быть не может. Оказывается, может. И ещё как может! Просто лучшее исправление. Лучшее изменение патчей. Цепная молния, по сути, по сравнению с этим, куда ещё не шло. На самом деле, конечно, патч 1.27b привнёс некоторые изменения, как оптимизацию под новой операционки. И это было вполне себе заметно. Но и этот патч, честно говоря, не обошли стороной. И в нём кое-что да есть. И я сейчас попытаюсь вам рассказать. Первонаперво, самое главное, обширное и долгожданное изменение, специально для модмейкеров, это наконец-таки, наконец-таки, Близзы подняли лимит размера карт с 8 мегабайт аж до 128. Где-то я даже видел, что это и то округлённое значение, где-то 131 мегабайт, кажется. Но не суть. Будем опираться грубо и на чейндж-логи, которые выложены на официальной странице Близзов. А именно, вот они все. Как видите, изменения, которые были внесены в этом патче. А именно, багфиксы, изменения размера, добавили верификацию скриптов World Editor и убрали какой-то баг, связанный с кастомными БУПшками на маке. Но для простых смертных БУП ничего не значит. Значит, для модмейкеров же это иконка или текстура. Ну, вы и сами это должны понимать. Но самое интересное, это World Editor. И он претерпел кое-какие изменения. А если точнее, то вот здесь такая кнопка появилась, которая не имеет иконки почему-то, и на неё не нанесён текст. Это мы видим сейчас константу, которая автоматически заменяется в зависимости от того, какой язык у редактора. Возможно, для русского языка ещё либо не придумали, либо же это вообще не придумали, ни для каких языков, взамену вот этому. Вот. При попытке нажать эту кнопку, внизу выскакивает сообщение, что не найден скрипт, связанный с вот этой кнопкой. В общем, пишут, что это кнопки служат для верификации джаз-скрипта. Но она, к сожалению, никак не работает абсолютно. Хотя, стоп, она работает! Она работает! Смотрите-ка, смотрите-ка, видите? Я только что написал, что попало, и мне вывелся скрипт, и где ошибка. То есть кнопочка работает, однако. И это, конечно, удобно. Но, к сожалению, близзы, вы немножко запоздали. Давным-давно уже выпустили Just New Game Pack, в котором вся эта фигня есть. Правда, она дико глючная. Но работает, если ошибка есть. Действительно. Помогает это найти. Добавили бы уже все возможности из Just New Game Pack, что ли, я не знаю. Но это ещё не всё. Всё, сейчас покажу вам для, опять же, модмейкеров. Добавили вот такую штуку. Кейна, хэш-таблицы. Смотрите-ка, здесь появились хендлы, заканчивающиеся на пол. То есть юнит пол, итем пол, и прочее, 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 чего я вроде как и не видел. Да и вообще, с хэшем связанного тут, в принципе, ничего не было. Но, но есть одна проблемка. При попытке запустить унит пол, редактор просто влетает с ошибочкой. То есть, функционал не допилен, получается. Что странно. Возможно, в будущих патчах нас ждёт что-то новенькое. Вот. И я ещё такую фигню заметил, связанную с TMJ World Editor, когда мы его запускаем. Почему-то мышь вот в таком, вот видите, как в маленьком пространстве, почему-то она зажимается на время запуска, и я ничего не могу сделать. Более того, наконец-таки, Близзарды привязали фиксацию разрешения на оконном режиме. То есть, если я его поменяю здесь, то безменится и размер самого окна. До этого такой фигни не было. Но, честно говоря, почему-то у меня широкоформатный 16 на 9 отображается, как будто он в литрбоксе, независимо от того, какое разрешение я поставлю с отношением 16 на 9. Остальные же разрешения работают вполне нормально. И я думал, что это будет мне в плюс, но, как оказалось, к сожалению, мне всё равно приходится каждый раз растягивать окошко, чтобы не было полос сверху и снизу. Ну и, в принципе, я долго пытался искать ещё какие-либо изменения, читал в форум, вот здесь всякое пишут, но пока что ничего интересного я тут не нашёл, к сожалению. А жаль. Странный какой-то патч, на мой взгляд. Могли бы я писать хотя бы такие изменения. С другой стороны, это очень хорошо, что подняли размер. Всех карт до 128 мегабайт. Мне кажется, Карена и все прочие платформы должны переходить теперь на этот патч по-любому, потому что это огромные, обширные возможности. Наконец-таки, вот этот чёртов лимит уберётся, и можно делать что угодно, что по кайфу. Это реально огромные возможности. Но другой минус. Неопытные всякие модмейкеры, которые любят пихать вов-модели, туда просто теперь запихают в карты вот это всё дерьмо, на которое будет вообще не смотреться. Но это очень классная возможность, очень классная новость, и для модмейкеров это реально плюс. Ну, естественно, для геймеров, но придётся ждать, когда же карты уже переведут под этот патч. Ну, я надеюсь, что Гарена и прочие сервисы перейдут на этот патч. Хотя Гарен уже больше не поддерживает. Вот это печально. Так что здесь остро стоит вопрос, а будут ли переводить Гарену на 1.27b? Или не будут? Ну, посмотрим. Если вы заметили ещё что-то, чего я не сказал, то обязательно пишите в комментариях, я и сам с удовольствием бы хотел узнать, что они ввели в этот патч. А с вами был Павел Первый, спасибо, что посмотрели этот ролик, я надеюсь, вам понравилось. Если вы тут впервые, то подписывайтесь на мой канал и заходите, смотрите другие мои ролики. У меня очень много роликов по Варкрафту, и да и не только Варкрафту, у меня есть и другие всякие видосы, смотрите. В общем-то, спасибо, спасибо. Всем пока.